К помощнику президента инспектора Упагомельской области Юрию Шулейко в Лельчицах обращались с вопросами приватизации, ремонта дорог, водоснабжения и строительства станции обезжелезования. Во время прямой телефонной линии жительница агрогородка Ударная сообщила, что в населенном пункте начали проводить водопровод, пробурили скважину, однако работы прекратились. По словам представителей местных властей, объект готов примерно на треть, однако денег, чтобы завершить работы нет. Юрий Шулейко заверил, вода будет. У вас вода будет? Будет. Будет вода. Найду деньги, будет вода. Договорились, спасибо. Но надо еще как минимум месяца три. Никуда я не дедусь. Деньги, найдем эти деньги. Вопросы водоснабжения и качества воды волнуют также жителей Буйновича и Тонежа. Поручение местным властям и представителям жилищно-коммунального хозяйства области проанализировать каждую ситуацию, где есть возможность ускорить решение проблемных вопросов. В Лельчицах действительно уже давно существует. Это полесье, глубокое полесье. Существуют вопросы с водоснабжением. Это большое содержание железа. Деревни достаточно имеют и большую численность, они протяженные. Есть, конечно, сегодня проблемы и с грунтами. Я объяснял, что это болота. Сегодня в области существует программа. Она существует. Естественно, приходят истоки ее и от районных властей, и пожеланий жителей по качеству воды. Заявители этих деревень мы кое-что ускорим. Несмотря на то, что есть план, но есть объективная необходимость, мы на это имеем право. И в продолжение темы работы с обращениями граждан. На субботнюю прямую линию с участием председателя Гомельского райисполкома Елены Олексиной некоторое время назад позвонила жительница района. Женщина обратила внимание на необходимость приобрести новый ультразвуковой аппарат для Гомельской центральной городской поликлиники номер один. После обсуждения обращения в районном, городском и областном исполнительных комитетах, необходимые на оборудование средства были выделены. Первый филиал городской поликлиники обслуживает в основном жителей района. В зоне его ответственности более 32 тысяч сельских жителей, в том числе 6 тысяч детей. Новый ультразвуковой аппарат здесь был действительно необходим. Действующий отработал более 10 лет. Нередкими стали случаи, когда для постановки более точного диагноза пациенты были вынуждены обращаться в другие медицинские учреждения. Выполнить просьбу жительницы Гомельского района попросили депутата Национального собрания Республики Беларусь Николая Василькова. Медик по образованию, он хорошо знает, какое оборудование необходимо для поликлиники. По большому счету, положительное решение вопроса – пример эффективного взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти. На заседании Гомельского облсполкома рассматривали вопросы внешнеэкономической деятельности. По сравнению с 2018 годом, в прошлом показатель по экспорту товаров превысил 120%. Больше предусмотренного первоначальными планами поставлено товаров в Китай и страны Евросоюза. Вместе с тем, называются и районы, где ситуация не такая оптимистичная. Гомельскому горосполкому и всем райисполкомам до 20 марта поручено представить предложение по заключению двухсторонних документов о межрегиональном сотрудничестве в рамках форумов регионов, которые пройдут в этом году. Отдельное внимание экспорту услуг. В целом, здесь также неплохие результаты. 111% на 7% больше запланированного. Только строительная отрасль получила более 47 миллионов долларов на экспорте архитектурных и строительных работ. Вопросы внешнеэкономической деятельности в этом году будут находиться на особом контроле председателя облсполкома. Среди других требований сконцентрироваться на выполнении поручений президента Беларуси, данных во время посещения Добрушской бумажной фабрики и Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Редактор субтитров А.Семкин